Знаете, мы можем бесконечно спорить на тему, потерял ли ты свое спасение, можешь ли ты потерять свое спасение. Мне не нравится даже сама такая формулировка, потому что это создает такую мысль, что это как ручка, которую я потерял, положил не туда, где я оставил свои ключи. Наше спасение — это не что-то такое маленькое, что можно потерять подобным образом. Вопрос в том, могу ли я лишиться своего спасения. Я бы хотел призвать вас сделать следующее. Вместо того, чтобы фокусироваться на этом вопросе, и я верю, что ответ — да, ты можешь лишиться своего спасения. Давайте посмотрим на Божьи обетования, нам и сфокусируемся на них. И в 9 главе послания к римлянам в конце главы сказано, Павел пишет, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Бог не будет заставлять тебя оставаться в Его доме. Бог не будет запрещать тебе уходить. Бог не скажет, что ты не можешь уйти от Него. Он не заберет у тебя твою свободу выбора. Ты можешь решить отказаться от Него. Ты можешь выбрать уйти от Него и последовать греховной жизни, и сказать, «Я отвергаю тебя как Господа», и Он не будет заставлять тебя оставаться в Его доме. И Он не будет заставлять тебя ходить в послушании. Если только в твоем сердце нет такого намерения, и ты не собираешься отказываться от Господа и уходить от Него, не фокусируйся на этом. Вместо этого, если ты желаешь следовать за Господом, ты Его ребенок. Сфокусируйся на обетованиях о том, что Он обещает хоронить тебя. Поэтому начинай беспокоиться, если ты считаешь, что можешь уйти от Господа без последствий. Но ободрись. Ничто не может отделить тебя. Ободрись. Нет никакой силы вне тебя, которая могла бы отделить тебя от Божьей любви. Вот какая крепкая любовь удерживает тебя. Сфокусируйся на этом.